Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции Юрка следующая Человек кашляет так, что у него появляются капли мочи Ну и конечно, любого человека это вводит в дискомфорт, в неудобное состояние положения Это касается как мужчин, так и женщин Мы в своих видео уже неоднократно говорили, что зачастую нужно смотреть, что поразила та или иная болезнь человека Если у человека при кашле болит сердце, то это кашляет сердце Что если у человека при кашле болит желчный пузырь, либо бок правый, либо бок левый То нужно смотреть, кашляет печень или поджелудочная железа Также желчный пузырь кашляет, могут почки, мочевой пузырь Кашлять могут наши с вами кишечники, как бы ни странно это звучало Здесь нужно наблюдать и смотреть Вообще-то опрашивать всегда человека, что его беспокоит больше всего при кашле И вот когда человек одолевает кашель и у него выделяются капли мочи То помните, болезнь одолела мочевой пузырь, либо проникла в мочевой пузырь Мы знаем, что точка Е30-Сичунь контролирует мочеполовую систему Находясь в этой области, контролирует эту область И она нам может помочь, что? Выпустить пар с мочевого пузыря, либо запустить туда энергию Для чего? Чтобы энергия пришла и победила ту иную болезнь Когда это нужно делать? Опять же мы скажем диагностику 12 меридианов Почему? Потому что порой болезнь может человека истощить И у него истощена вся система, все 12 меридианов в целом То через данную точку можем что-то стимулировать и дать энергии Для того, чтобы энергия пришла И что? Центр распределения энергии одолел ту или иную болезнь А бывает, что у человека настолько воспалено все Настолько у него много избыточной энергии Которая подавляет человека, подавляет все внутренние органы Что нужно? Нужно все-таки открыть эту точечку И выпустить через нее ту энергию Которая все-таки что? Человека подавляет, либо формирует, либо командует Той или иной болезнью, которая вызывает кашель с каплями мочи Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание